Система стружко-удаления в столярной мастерской. В любительской столярной мастерской, своими руками, с надежной системой снятия статического электричества. Одну такую систему я уже показывал, сейчас сделаю новую, приглашаю вас поучаствовать. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Предыдущая система у нее удалось частично разобрать. Вот от нее различные запчасти, шланги, фитинги, в том числе шиберы, которые я делал своими руками. Про процесс изготовления этих шиберов я не показывал, но зато есть трехмерная модель, полноценная трехмерная модель, которая размещена на моей странице на ресурсе кетчапа. По проекту предполагается, что система будет иметь два рукава, и на каждом рукаве по три вывода, три шибера, точнее, не вывода, а ввода. Шиберы изначально были собраны таким образом, что на входе от инструмента установлена труба диаметром 100 мм для подсоединения гибкого шланга. На выходе сразу была сделана труба диаметром 110 мм для подсоединения к системе травопроводов. Ну и конструктивно сначала у помещения вставятся, устанавливаются шиберы. Конструкция шиберы предполагает возможность крепления к стене. После этого по размерам нарезаются необходимые трубы и собирается все это в черновую. Ну а третьим этапом это уже проклейка изнутри фольги для обеспечения системы снятия статического электричества и окончательная сборка и проверка в действии. Первоначально предполагалась конструкция крепления труб без крепления к стене, то есть на некотором возвышении над полом. Но поскольку здесь находятся розетки, трубы в этом случае ограничили бы доступ к розеткам, и ими неудобно было бы пользоваться. Так что, по классической схеме крепим все к стенам. А то как клеится лента внутрь трубы, я очень подробно рассказывал в предыдущем своем видео. Здесь я просто покажу. То есть берется двойная длина ленты с небольшим запасом. И примерно посередине фольгированный слой разрезается. Можно просто процарапать остреем ножа. Вот так. Теперь я закладываю ленту в трубу. Отрываю здесь один слой, кончик. И наклеиваю наружу для того, чтобы можно было потом соединить, сделать электрический контакт. После этого за другой конец. Лента вытягиваю, отрывая подложку с алюминиевого слоя. Примерно вот так. Вот подложку мы сняли и немного натягивая, скрепляя с другого конца. Соответственно, если труба короткая, то можно разгладить ее рукой. Но сейчас у меня рука не такой длины, еще не выросла. Поэтому я применяю ядерный инструмент. Это самодельный шампул, которым просто разглаживаем ленту внутри трубы. Я надеюсь, видно. Такой же слой фольги, который будет с землей, более чем достаточно для того, чтобы снять всю статику с этого отрезка трубы. В предыдущей системе я делал в том числе и наклейку фольги изнутри на фитинге. В этот раз я их делать не буду. Посмотрим, насколько это ухудшит состояние системы. Мне кажется, не сильно ухудшит. Но возни с этим очень много. Поэтому вот этот отрезок трубы готов. Его можно монтировать на стену. Как сделал переходник с 110 трубы на сотую? Как делал я во всей этой системе? Просто брал обрезок трубы и вырезал из него полоску. Шириной миллиметров 5. Ну, зависит от ситуации. Примерно вот так. Соответственно, этот отрезок вставлял внутрь. Края прорези смыкались. И внутрь же вставлял. Непосредственно фитинг. В данном случае было отрезано даже немножко больше. Но поскольку все это обычно заматывается еще изоляцией для уплотнения, то это вот ничего не видно. Все. Ничего покупать не нужно. Я внес изменения в электрическую схему управления двигателем стружкоотсоса. Поставил туда контактор. И теперь у меня есть возможность поставить выключатели для включения и включения стружкоотсоса в те места по мастерской, где мне это будет удобно. Несмотря на то, что мастерская большая и, естественно, напрашивается желание поставить радиоуправляемый пульт радиоуправления, я от этой мысли пока отказался. Просто предыдущий опыт показывает, что пульт все время теряется и затраты на его поиск, затраты временный поиск существенно больше, чем просто подойти и выключить или включить выключатель. Поэтому разобрали выключатель, поставили его так, как удобно, подсоединили провода и заодно собрали. Все выключатели ставятся параллельно, поэтому количество их не ограничено. Единственное может быть неудобство, это когда включаешь стружкоотсос одним выключателем, невозможно их выключить в другом конце мастерской. Но это поправимо, если поставить вместо обычного контактора, поставить импульсный или перекидной контактор биполярный, и тогда проблему можно решить, но тогда вместо обычных выключателей придется ставить кнопочный. Ну а так, с такой способной системой я уже работал, меня она полностью устраивает. Чуть попозже проверим действие. Изменения в электрической схеме стружкоотсоса и используя контактор обусловлены тем, что цепи управления для выключателей возможно в этом случае тянуть самым тонким проводом, поскольку они не являются силовыми. Если использовать выключатели напрямую, без использования контакта, тогда придется по всем выключателям тянуть полноценный провод 2х1,5 или 2х2,5. Но и нужно учитывать, что в этом случае по выключателям пойдет полная нагрузка, полная мощность, которую использует двигатель стружкоотсоса. Ну, я считаю, это неправильно, поэтому я просто вставил контактор и забыл про эту проблему. Для тех, кто хочет написать в комментариях о том, что я недостаточно подробно все это показываю, рассказываю, я хотел бы еще раз повторить. Большинство из тех технологий, которые я применил здесь, я уже очень подробно объяснял в своих двух видео, посвященных системе стружкоотсоса удаления в столярной мастерской. И ссылки на эти видео будут в описании и в конечной заставке. И предлагаю за подробностями оборотиться к тем видео. Ну и можно провести первое испытание системы. Фуганок. Ну, конечно, стружкоотсоса удаления не идеальная. Какая-то опилка все равно летит под станок. Ну, мешок собирается. Здесь чистота. Система работает. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok